Всем привет, с вами КамАЗ. Сегодня я записываю видео по игре Dying Light, первая часть. В этом видео я хочу показать, как достичь в игре максимально красивой картинки, повысить четкость изображения, убрать пиксельность, убрать ступенчатость и сделать разрешение искусственно 4К. Вот, значит, пример у нас. Это исходная картинка. Видно, что мое оружие пиксельное, видны ступеньки, провода пиксельные, деревья пиксельные, здания пиксельные. В общем, вся картинка пиксельная. Если побежать, видно также вот эти вот пиксели везде, забор, здание. Если используешь кошку, виден эффект размытости. Также, когда крутишься, эффект размытости. Мне он не нравится, но разработчики его добавили. Может быть, кому-то он нравится. Но я люблю играть, когда изображение очень четкое, картинка очень красивая. Вот здесь, кстати, очень хороший пример показать ступенчатость изображения. Вот если вот так вот покрутить, повертеть, смотрится реально стремно. Значит, в конце видео игра преобразится, будет выглядеть просто охерительно, просто бомбически. Значит, что я также могу сказать. У меня монитор 34 дюйма, поддерживающий максимальное разрешение 1К. Вот как раз-таки на больших мониторах с максимальным разрешением 1К. Лучше, точнее не лучше, а вы вот эту картинку наблюдаете сильнее всего. Вот эту размытость и пиксельность. Вот. И, значит, я нашел все-таки этот способ, как это дело победить. И я думаю, у вас тоже это дело получится. И картинка преобразится, и вы захотите игрушку эту пройти снова и снова. Игрушка моя любимая, вышла игрушка в 2015 году. Тогда она выглядела просто охренительно. Но сейчас, естественно, стала выглядеть хуже. Но сейчас мы ее преобразим. Значит, показываю текущие параметры игры. Разрешение 1920, во весь экран. Вертикалка включена. Значит, качество текстур высокое. Тени высокие, лица высокие. Дальность обзора большая. Все параметры включены на максимум. Кроме вот этого NVIDIA PCSS. Он у меня всегда отключен, потому что он жрет огромный ресурс видеокарты, но при этом какой-то сверх картинки не дает. Я его всегда отключаю. В общем, отключайте тоже, он нафиг вам не нужен. Значит, выходим на рабочий стол и будем приступать к настройкам игры. Так, обратите внимание, персонаж у меня такой подмытый, замытый. Дальше тоже здание, тоже подмытый, замытый. Выходим. Когда сделаем настройки, все дело изменится. В том числе, главный экран игры тоже будет выглядеть более четким. Значит, первое. Заходим в параметры управления NVIDIA. Здесь нам нужен пункт управления параметрами 3D. Здесь находим DSR степень. Включаем первый, второй, ну и четвертый режим. Это как раз такие режимы программного увеличения картинки до изображения 4К. Нажимаем ОК. Дальше. DSR плавность ставим на 0. С 30, 40, 50 картинка выглядит стремновато. В общем, отключаем его нахер. Применяем настройки. Далее. Заходим в настройки. Так, давай, давай. Работаем. Так, настройки Surround PhysX. Здесь у вас по умолчанию стоит автовыбор. Здесь вам нужно поставить центральный процессор. Проверял настройки, когда ставил NVIDIA GeForce и центральный процессор. Ну так вот. Процессы, связанные с PhysX, они, если поставить центральный процессор, уходят на центральный процессор. То есть, ваша видеокарта не задействована на этих процессах и, соответственно, нагрузка на нее идет меньше. Применяем. Примерно два кадра поднимает, если поставить центральный процессор. Значит, вот здесь вот. Значит, не здесь, а вот чуть выше. Здесь ставим настройки согласно 3D-приложению. То есть, все настройки графики будут исходить из вашего приложения, из настроек DiteLite первая часть. Значит, экран этот закрываем. Дальше открываем GeForce Experience. Здесь драйверы. Проверяем наличие свежих драйверов и обновляем до максимальной версии. Значит, дальше здесь же есть настройки. Здесь заходим в настройки общие. Внутри игровой верлай оставляем. Если здесь включен режим масштабирования, выключаем его. Далее Shield. Здесь нужно его отключить, потому что этот Shield, он тратит ресурсы видеокарты. Для того, чтобы поднять частоту кадра, надо его нахер тоже отключить. Так, с этими настройками мы разобрались. Следующие настройки – это настройки GeForce Experience. Нажимаем от Z. Здесь вот такой вот появляется экранчик. Нажимаем на производительность. Здесь нужно включить автоматическую настройку. Перед тем, как включаем, нажимаем максимальное напряжение 100, максимальное энергопотребление 100. Целевая температура 80 до 85 ставим. Автоскорость вентиляторов оставляем, включаем применить и через какое-то время он прогонит тактовую частоту по видеокарте и остановится на оптимальном режиме, добавит 100, 150, 90 МГц к видеокарте. Тем самым у нас также поднимется FPS в играх. Могу сказать, что никакого вреда видеокарты не будет, потому что это очень маленький в МГц прибавка. Безвредно для вашей видеокарты. Значит, закрываем. Дальше. Еще раз нажимаем Alt-Z. На этот раз заходим в настройки. Здесь есть некоторые настройки, которые нужно отключить. Заходим в прямая трансляция. Выключаем их. Далее. Лучшие моменты. Выключаем. Фоторежим. Также выключаем. Эти настройки также жрут ресурс вашей видеокарты. Они незаметно включены, но они когда не задействованы, все равно жрут ресурс вашей видеокарты. Так что нужно все нахер отключить, чтобы видеокарта отдавала максимально свою мощность. Так, ну в принципе все. Все настройки включены. И теперь заходим в нашу игруху. Dying Light. Запускаем. Кстати, рекомендую всем, у кого жесткий диск стоит старый HDD, поменяйте его на SSD. Даже супер какой-то старый компьютер будет просто летать на SSD и туда поставить и выкинуть ваш старый HDD-шный жесткий диск. Так. Dying Light первую часть заходим. Так, ну вот пока что видим то, что наш персонаж такой замыленный. Сзади здания замыленные. Сейчас будет все это дело меняться на глазах. Значит, заходим в параметры, видео, разрешение. Оп, 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 оп. Теперь ваш монитор, который поддерживал 1К, превратился искусственно в монитор, который поддерживает 4К изображение. 4К это 3840. По практике лучше всего режим оптимальный, высокое качество графики плюс высокий FPS на 2560. Также, если его выбрать, то улучшается четкость изображения и улучшается контрастность изображения. В общем, оставляем его. Все параметры пока что оставляем на включенной. Ну, опять же, как я говорил, PCSS, он пусть всегда будет выключен. Нажимаем ОК. И сейчас будем смотреть, что произошло. Как видим, наш Кайл Крейн уже стал более четким. Сейчас зайдем в игру и посмотрим, что произошло в игре. Хочу сказать то, что искусственное увеличение масштаба изображения практически минимально просаживает FPS. То есть, если у вас видеокарта не такая старая, там, вот, как вот, ну, у меня как бы 2060, она уже старая, но, тем не менее, большинство игр современных она тянет. Плюс еще можно включать искусственные, искусственные 4К разрешения. И на них можно тоже так же играть. Эти настройки можно применять вообще к любой игре. Ну, вот, зашли в игру. Как видим, картинка стала шикарной, охеренной. Ступенчатость ушла. Четкость и резкость повысились. Вот, смотрите, черепица на здании. Сейчас здесь немножко походим. 74 FPS частота кадров. Картинка вот такая, интересно, красивая стала. Значит, обращаем внимание на то, что ступенчатость практически ушла. И игрушка, которая 2015 года выпуска стала смотреться, помолодела лет на 5. Значит, пробежимся по тем же местам, где я записывал начальное видео. Смотрите, какой у нас красивый, красивые трущобы Харана стали. Пиксельность практически минимальная. Частота кадров высокая. Сейчас побегаю и покажу, как сделать картинку еще четче, еще приятнее для глаз. Так, ну вот, видно, что у нас сзади уже этих ступенечек нету на электростанции. Сейчас я подбегу в какое-нибудь место, чтобы получше показать здание и как уйдет эта размытость. Так, ну вот мы размытость видим. Заходим в параметры видео и здесь оставляем все высокое, убираем несколько параметров. Убираем размытость, убираем зернистость и аберрацию убираем нахрен. Оставляем только сглаживание. Сглаживание, оно не дает такое вот в этой игре, не дает мыло. Так что оставляем его и пробуем смотреть, что у нас получилось. Ну вот, смотрите. Какая херенная просто картинка стала. Прям четкая, прям изумительная, прям глаз стал радоваться. Я думаю, что у многих возникнет желание пройти данную игру снова. Но уже вот с такой потрясающей графикой. Надеюсь, вам видео мое понравилось. Применяйте мои настройки, используйте в играх. С вами был КамАЗ. Счастливо!